О-о-оо! Андрей, ты смотрел последний фильм Ридли Скотта? Он ужасен. Я не думал, что Ридли Скотт катится до такого. Теперь вся надежная Кэмерона. Подожди. Ты хочешь сказать, что Ридли хуже Кэмерона? Ридли Скотт в разы хуже Кэмерона. Ха, давай разберемся. Давай. Ридли Скотт Битва будет проходить в течение 10 раундов. Мы рассмотрим режиссера со всех сторон. Победивший в раунде получит 1 балл, проигравший 0. В случае ничьей баллы делятся в пору. В конце мы подведем итог и выявим победителя. Первый раунд. Количество работ. Джеймс Кэмерон срежиссировал 18 высококачественных картин. Ты знаешь, что если количество работ Кэмерона умножить на 2 будет 36? Именно столько фильмов у Ридли. 22 раза Джеймс Кэмерон был продюсером. На данный момент Ридли Скотт является продюсером 100 фильмов и три раза писал сценарий. Всего три раза. Джеймс Кэмерон писал 19 раз. Один ноль. Ридли Скотт Второй раунд. Образы. Ты готов? О да! Поехали! Бегущий по лезвию. Т-800. Солдат Джейм. Аватар. Гладиатор. Титаник. Ганнибал. Т-1000. Чужой. Один ноль. Ридли Скотт. Андрей, у тебя ноль эмоций. Нет, это у тебя ноль. Скоро у меня будет много нулей. Третий раунд. Максимальный кассовый сбор за один фильм. При бюджете в 108 миллионов за первую неделю фильм «Марсианин» собрал 45 миллионов долларов. Общий сбор этого фильма составил 630 миллионов. Так что чистая прибыль с фильма – 522 миллиона долларов. Неплохо. Хоть бюджет «Аватара» и составил огромные 237 миллионов, уже в первый уикенд он собрал 160 с половиной. А общий сбор данного фильма достиг рекордных 2 миллиардов 782 миллионов. В итоге чистая прибыль фильма составила ни много ни мало – 2 миллиарда 545 миллионов долларов. 1-0. Джеймс Кэмерон. Между прочим, Кэмерон не смог найти финансирование для первого Терминатора и продал свой сценарий всего за 1 доллар. В то время как Ридли, показав раскадровки студии 20-й век «Фокс», увеличил бюджет «Чужого» в два раза. Четвертый раунд. Кассовые сборы со всех фильмов. Андрей, не хочешь присесть на дорожку в этом? Благодарю, нет. Нет. Хорошо, тогда слушай. 821 миллион долларов – бюджет всех фильмов, снятых Джеймсом Кэмероном. Так как фильмов у Ридли Скотта больше, то и больше их общий бюджет – 1 миллиард 605 миллионов. Хорошо. А кассовые сборы всех фильмов Джеймса Кэмерона ни много ни мало – 6 миллиардов 192 миллиона. Получается, что чистая прибыль – это 5 миллиардов 371 миллион. Да. Ну, общий сбор Ридли Скотта – это 4 миллиарда 20 миллионов 500 тысяч 229 долларов. 2-0, Джеймс Кэмерон. Зачем тебе сковородки? Слушай. Как ты это сделал? Знакомо. Всем известный звук из-за главной темы Терминатора. Записан с помощью чугунной сковородки и микрофона, об которой этой самой сковородкой стучали, получая столь знаменитый звук. Пятый раунд. Лучший фильм. Сегодня в нашей битве сойдутся два столпа, два шедевра, покорившие сердца миллионов. Величайший исторический фильм «Гладиатор» и… Терминатор. По мнению авторитетного иностранного сайта IMDb, «Гладиатор» Ридли Скотта имеет 8,5 балла. Подтверждаю. Подожди, подожди. Я понимаю, что ты хочешь сказать. На этом же сайте у Терминатора также 8,5 балла. Верно. Ты сегодня не очень щедр на слова. Так же, как и сайт Rotten Tomatoes, который оценил «Гладиатора» всего в 76 баллов. Когда у Терминатора, напротив, целых 93. А вот отечественный сайт «Кинопоиск» больше склонен к историческим драмам. Поэтому Терминатор проигрывает «Гладиатору» 8,6 балла, а у Терминатора 8,3. Нет проблем. 1-1. Ничья. Шестой раунд. Худший фильм. Честно сказать, я страдал бессонницей. Я перепробовал множество способов. Но ничего не помогало. Однажды я встретил мудреца. Который открыл мне секрет крепкого сна. Фильм. Советник. Лучший любого снотворного. Того же мнения придерживаются все киносайты. АМДБ 5,3 балла. Кинопоиск 5,5 баллов. И 35 от Rotten Tomatoes, соответственно. Стас. Знаешь, чего люди боятся больше пираний? Фильмов про пираний. И худшим из этих фильмов является киношедевр Кэмерона. Пираньи 2. Нерест. Пиранья. Часть вторая. Сайт АМДБ 3,5 балла из 10. Кинопоиск 4,2 балла из 10. И еще одно дно, которое покорилось Джеймсу. Rotten Tomatoes 7 баллов из 100. 1-0. Ридли Скотт. Седьмой раунд. Медийность. У Джеймса Кэмерона 655 тысяч подписчиков в Твиттере. И это еще при том, что он там не сидит. Твиттер. Инстаграм. Фейсбук. Все это в прошлом. Лидли Скотт и так слишком популярен. Ему это не нужно. Чтобы почувствовать свою популярность, он просто выпускает очередной шедевр и купается в овациях как критиков, так и зрителей. Закончил? Да. 1-0. Джеймс Кэмерон. Восьмой раунд. Человеческие качества. Отвратительно. Ужасно. Бездарность. Бревно. Тормоз. Не верю. Хакин Феникс на съемках фильма «Гладиатор» просил унижать его для полного погружения в роль. На самом деле, на площадке у Ридли всегда весело. Такая стратегия разряжает обстановку на съемках. Благодаря ей режиссер может с легкостью контролировать 200-300 человек и быть спокойным как удав. Да, у Джеймса Кэмерона отвратительный характер. Он мог позволить себе прибить гвоздем чужой телефон к стене. Доводил актрис до истерик. Поговаривали даже, что у режиссера раздвоение личности. В итоге мы получаем обиженную съемочную группу, избитых актеров и шедевральное кино. Может, у Джеймса и скверный характер. Но это не значит, что он плохой человек. Режиссер спонсировал пять благодворительных проектов. А вот Ридли в этом плане оказался менее щедрым, спонсировав всего две благодворительные акции. Но помимо кино, Ридли Скотт владеет компанией Ридли Скотт Ассоциат с офисами в Гонконге, Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Также под крылом он держит около 60 режиссеров, которым постоянно помогают. Ридли также известен своими рекламными роликами. Так, в 1984 году он работал над проектом для компании Apple и создал рекламу, которая считается эталонной и по сей день. Джеймс Кэмерон не просто режиссер. Он провел ряд серьезных научных исследований. И один из единственных людей на планете, побывавший на дне Марианской впадины, Джеймс поднял планку качества в киноиндустрии. 1-1. Ничья. Девятый раунд. Награды и номинации. Большинство фильмов Ридли Скотта были номинированы на различные награды. Всего 88 номинаций, среди которых 4 номинации на Оскар. Пусть даже у Кэмерона всего 61 номинация, включая 3 номинации на Оскар. Но количество его наград равняется 68. В то время как у Ридли всего 39. Не хочешь малину? Ты же знаешь, я не люблю малину. Чего не скажешь о Кэмероне, который успел отхватить золотую малину за сценарий Крембо 2? Не раскусив ореха, о ядре не толкуй. Чего? Ничего. У Ридли нет малины, но и у Оскара тоже нет. А вот у Кэмерона есть 3. 1-1. Ничья. Десятый раунд. Перспективы на будущее. Что Ридли Скотт, что Джеймс Кэмерон прошли огромный путь от мечтателей до великих режиссеров. Большинство из нас выросли на их фильмах. Мы любим и уважаем их творчество. Так что мы пришли к непростому выводу. Великий Ридли Скотт и неподражаемый Джеймс Кэмерон застряли в прошлом. Взять хотя бы франшизу Аватара. Режиссер хочет выделить 1 миллиард на 4 фильма. Вы действительно верите в то, что они повторят славу первого фильма и возродят 3D? Ридли, который никогда не снимал сиквелы к своим фильмам, неожиданно решает возродить вселенную Чужого. Сняв два спорных фильма, не заимевших успеха у зрителя, он, кажется, загнал свою франшизу в тупик. И ненамеренно останавливался. 0-0. Мичья. По итогам 10 раундов со счетом 6-7 победу одержал Джеймс Кэмерон. Хоть Ридли Скотт и уступил, это была битва сильнейших, в которой он проиграл с минимальным отставанием. И все-таки Кэмерон одержал победу. У него было меньше оплошности, да и сам он моложе Ридли. При всем вышесказанном он вполне может вновь всех удивить. Мы надеемся, что наши ожидания кажутся ложными и старички еще всем покажут.